Я получила миллиард долларов наследства от своего дяди, которого я ни разу в жизни не видела. В общем, это реально то, что происходит уже последние полгода в моей жизни. В один самый обычный день мне позвонила женщина и сказала, что мне нужно подъехать в какой-то неизвестный мне город и забрать свое наследство. К сожалению, снимать много я там не могла, поэтому у меня особо нет кадров, так как мне запретили. Я, конечно же, сначала подумала, что это шутка, но все-таки решила туда съездить, взяла свою подругу для подстраховки. Мы реально были в шоке. Место, в которое мы приехали, было просто огромным. Это был какой-то огромный зал. И самое интересное, что это реально просто обычный дом человека. В общем, этот мужчина был миллиардером. У него есть трое сыновей, но почему-то половина наследства досталась именно мне. Первым делом, когда мы зашли в его дом, в этот огромный дворец, у нас встретил его сын. Он, кстати, был ничего такой, достаточно симпатичный. Нам дали новую одежду, отобрали телефоны и сказали, чтобы получить деньги, нужно сыграть какую-то игру. Короче, прикол в том, что этот самый мужчина-мультимиллиардер, оказывается, раньше очень сильно любил всякие игры и постоянно спорил со своими друзьями-мультимиллиардерами на разные вещи. Если честно, это было похоже на сюжет фильма «Крессина и Бега», поэтому я решила отказаться от такого предложения. Но зато я сдружилась с сыном этого самого мужчины, и мне из-за этого пришло остаться немного в доме, в этом городе со своей подругой, так как мы хотели познакомиться побольше. Этот месяц мы провели в самых крутых ресторанах, в самых крутых курортных местах. Это было очень весело, и это, наверное, был самый лучший период в моей жизни. Через какое-то время этот самый парень начал уговорить меня все-таки принять участие в эстафете и сказал, что если я все-таки откажусь, то мне все равно выпишут наследство, просто на меньшую сумму. При этом на вопросы, почему именно я в этом наследстве, абсолютно незнакомый человек, мне никто не отвечал даже. Это что вы думаете? Конечно же, я решила согласиться. Все остальное я объясню во второй части, или вы можете просто прочитать книгу «Игры наследников». От автора Дженнифер Линбанц. От автора Дженнифер Линбанц.